Добрый вечер. Сегодня 17 октября 2019 года. В Москве прошло награждение победителей премии «Импульс добра-2019». «Импульс добра» – ежегодная премия за вклад в развитие и продвижение социального предпринимательства в России, учрежденная Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Премия присуждается социальным предпринимателям, представителям общественных организаций, руководителям государственных структур и профильных ведомств, журналистам, СМИ и высшим учебным заведениям России. За 7 лет премия была вручена 79 лауреатам из 17 регионов России. А тем временем мы продолжаем. Церемонию продолжит номинация за лучшую региональную программу поддержки социального предпринимательства. Предприниматели в целом – двигатели экономики. Но социальные предприниматели – это особая ниша, в которую приходят люди, способствующие переменам к лучшему в социальном секторе. Регионы России давно оценили этот потенциал, рассматривают их проекты как точки роста малых и средних предприятий. Привлечение негосударственного сектора в социальную сферу – это возможность для регионов одновременно учитывать актуальные запросы общества и сохранять качество услуг на высоком уровне. Именно социальные предприниматели в регионах берут на себя и эффективно используют и исполняют функции государства. Те регионы России, которые используют комплексный подход в развитии социального предпринимательства на своей территории, разрабатывают и внедряют специальные программы в этом направлении и сегодня претендуют на награды в этой номинации. Внимание на экран! Субъект Российской Федерации – Псковская область. Комитетом по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области реализуется план мероприятий развития малого и среднего предпринимательства на 2015-2020 годы «Дорожная карта». В 2017 году в целях поддержки социальных предпринимателей администрации Псковской области был создан Центр инноваций социальной сферы. Так, на данный момент в регионе действуют 242 социально ориентированные предприятия. За время реализации «Дорожной карты» ЦИС провел около 1000 индивидуальных и групповых консультаций. Организовал более 30 обучающих мероприятий. В 2018 году организован первый форум социального ответственного туризма «Путешествуя, помогай», где приняли участие 135 представителей из 11 субъектов Российской Федерации и Эстонской Республики. Проведен форум социальных предпринимателей Псковской области, в котором участвовало около 100 человек. В рамках «Дорожной карты» был реализован проект по бизнес-обучению детей и молодежи «Свое дело в своем регионе». Реализована программа «Социальный бизнес 50 плюс» с обучением людей пенсионного и предпенсионного возраста основам бизнеса. В течение двух лет ЦИС организовывает региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», цель которого – демонстрация и тиражирование лучших социальных практик региона. И для вручения награды на сцену приглашаются заместитель министра экономического развития Российской Федерации Вадим Александрович Шивулин. А также вице-губернатор Нижегородской области Евгений Борисович Юлиник. Добрый вечер, дорогие друзья! Замечательно, что в рамках такой прекрасной, важной, значимой премии есть место для региональных команд. История центров развития и поддержки социальной сферы насчитывает совсем небольшое время. С 2012 года начали появляться первые центры в регионах, и тогда еще до конца даже не было ясно, какую функцию они должны выполнять, какие компании должны быть поддержаны, и кому нужно уделить первоочередное внимание. Прошло всего несколько лет, и сегодня в подавляющем большинстве субъектов такие центры уже созданы. В конкурсе участвовало 60 заявок. 60 региональных команд сегодня рассказали о своих успехах, достижениях и результатах по поддержке социальных предпринимателей. Это люди, которые своей задачей видят обязательно поиск, поддержку, оказание помощи тем предпринимателям, которые наименее защищены и делают, пожалуй, самое благое дело. В лице команды Псковской области я бы хотел поблагодарить представителей всех субъектов Российской Федерации за то внимание, которое вы уделяете поддержке социальных предприятий. Ну а успех Псковской области в этом году замечательный стимул для всех остальных и возможность получить приз из рук наших очаровательных ведущих и приглашенных гостей. Поэтому, дорогие друзья, спасибо вам за вашу работу и ежедневный труд в регионах, который идет на благо и пользу социальных предпринимателей. Спасибо. Дорогие друзья, глубоко уважаемый Вадим Исуфович, Наталья Ивановна, тот импульс добра, который зародился в ваших сердцах, и та церемония, которая же проходит восьмой раз, она позволила сделать социальный предпринимательство, которое, конечно же, всегда было, конечно, оно присутствовало в нашей жизни, смогло сделать его государственной политикой. И на самом высоком государственном уровне сегодня развивается социальный предпринимательство и поддерживается. Каждый регион стремится и развивает социальное предпринимательство. В прошлом году мы были победителями этого конкурса. Я хочу сказать вам, уважаемый Вадим Исуфович, Наталья Ивановна, мы после этого шагнули еще дальше. Это правда. У нас сегодня более двух тысяч социальных предпринимателей работают во всех сферах социальной жизни. Они сегодня очень успешно конкурируют с государственными органами в представлении социальных услуг. И причем делают это часто более качественно, потому что многие социальные предприниматели не просто пришли в бизнес, они пережили какую-то свою историю. Проблемы здоровья своих детей, какие-то другие вещи, которые присущи многим нашим людям, и они знают, как их решать. Они не только руками, не только мозгами, но они и сердцем решают многие проблемы социального предпринимательства. Поэтому огромное спасибо всем организаторам, в первую очередь, конечно же, двум людям, которых сегодня называют каждый выходящий на сцену. Это правда, это искренне. Ну и в заключение хочу сказать, что приглашаю всех присутствующих. Мы ежегодно проводим свой конкурс и также подводим итоги. У нас он называется «Добрый бизнес». Поэтому, Вагита Судович, Наталья Ивановна, все уважаемые гости, 4-5 декабря приглашаю в Нижний Новгород, и мы покажем вам всю палитру наших нижегородских социальных предпринимателей. Спасибо вам. И победитель в номинации за лучшую региональную программу становится Псковская область. Награда вручается директору Центра инноваций социальной сферы Псковской области Светлане Юрьевне Сидуновой. Светлана Юрьевна, вам слово. Спасибо огромное. Спасибо огромное за такую высокую оценку. Спасибо огромное за невероятно трогательную церемонию, на которой мне посчастливилось присутствовать. Спасибо огромное фонду «Наше будущее» за колоссальную помощь в нашей работе, прямо в режиме нон-стоп, за то, что вы позволяете нам ориентироваться на вас, по-хорошему воровать ваши идеи и притворять их, экспериментировать, ошибаться, идти дальше и расти до невероятных высот в конечном итоге. И поскольку я представляю здесь регион Псковской области, я все-таки хочу влезть чуть-чуть впереди Нижегородской области и пригласить вас в гости к нам чуть пораньше. У нас есть для этого повод. 21 ноября мы проводим межрегиональный слет социальных предпринимателей при огромной поддержке фонда «Наше будущее». Приезжайте, пожалуйста, к нам. Мы будем рады вас видеть. Спасибо огромное. А потом уже в Нижний Новгород. Спасибо большое, дорогие друзья. Спасибо большое.